всем привет это новый влог сегодня пятница я только что проводила артема на игру он уехал в другой город и можно подумать что я иду в зал собираюсь да но я еду в уфу на машине одна еду другой город опять эту цель собрала уже вещички там косметику ходу переодеться чем прикол спросите вы дело в том что как вы знаете летом я вышла замуж поменяла фамилию и когда мы переехали в уфу я подалась там на новый загран паспорт соответственно ждать мне его надо было три месяца потому что у меня нету фимской прописки если по прописке то в течение месяца делать если без прописки в течение трех в итоге мне его сделали за два месяца но за это время мы успели уже переехать в тольятти и когда мне прислали сообщение я думаю ну все надо ехать в уфу мы все ждали когда артем будет выходной хотя бы один не то что уже два хотя бы один но так мы этого и не дождались даже если выходные были то они были такие нам сообщали о них в десять вечера накануне но короче в итоге так и не получилось нас съездить и сейчас артем уехал на два дня другой город я решила что тянуть уже время нельзя его уже просто нет потому что в скором времени отпуск а ехать в конце ну когда допустим в астрахань да поедем заехать в уфу и вернуться в астрахань это две с лишним тысячи километров поэтому я приняла решение что поеду одна так что сейчас я уже позавтракал уже прибралась а в теме проводила как у нас канал и буду выходить ехать около семи часов а сейчас время 10 не где-то мне надо забраться сейчас и заехать и буду выдвигаться уже забронировала там себе гостиницу завтра пойду за паспортом и завтра же после этого поеду обратно домой мне уже осталось не так много ехать просто сейчас какая-то пробка поэтому пришила вам поснимать 10 зима уже снег мне еще часа наверное два с половиной где-то но это в принципе не так много классно застала зиму первый снег застала в уфе интересно как я выгляжу вообще в очках с косичкой заезжала за кофе ну точнее как заправляться заезжала взяла себе кофе сосиску в тесте которая невкусно оказалась мы обычно на трассе едим хот-доги но одной как-то не было настроение брать в хот-дог я взяла сосиску в тесте она оказалась невкусной я ее оставила не стала выбрасывать какой-нибудь собачки я даже не устала все отлично дорога супер завтра уже ехать обратно сегодня я не успею паспорт забрать потому что у них сегодня сокращен день 7 пятница вот а завтра я пораньше проснусь пойду туда они в первой половине дня принимают ну вот не паспортный стол а как-то мвд или ну короче то место куда я подавала как раз таки чтобы сделали паспорт уже знаете когда такие пробочки остановки начинаешь как-то расслабляться это не очень хорошо потому что хочется доехать до конца и уже все я сейчас смотрю на навигатор и он показывает что я буду часов 7 в уфе там на час больше чем в тольятти и я подумала что если мне поехать торговый центр все таки там лайм большой там золотое яблоко есть хотя мне в принципе ничего не надо в прошлом блоге с вами делали распаковку золотого яблока ну мало ли поехали ладно увидимся в уфе уже что наконец-таки добралась городе пробки еле доехала у меня такой маленький номерок мне просто переночевать поэтому я уж не стала никакой там прям отель снимать главное что все чистенько вроде кроватка такая просто идеально заказала себе ужин номер мне очень захотелось супчика поесть и это шашлычок куриный с пюрешкой еще какой-то чай с облепихой если вообще ничего не ела шашку в честь это по дороге откусила и все у меня не понравилось такой телевизор смотрю стоя слаб как обычно это у меня теперь ассоциация с отелями это вот и стоя слаб всем доброе уфимское утро тут такой дубак а я просто одета очень легко шапку пришлось надеть хорошо взяла время хотел сказать 8 20 но нет тут время у меня тольяттинска 9 20 я сегодня встала наверное пол 8 не знаю ну просто сама от волнения и первая прискакала в мвд и получила свой паспорт ура теперь у меня тут пометка республика башкортостан всегда запечатлелось мы в моем паспорте ой господи слава богу я не зря ехала я так переживала потому что онлайн записи нет я думаю блин а вдруг я приеду мне скажут вам надо записываться или чего не там не так короче все я хочу быстренько заехать в любимое место позавтракать или может даже с собой возьму чтобы времени тратить и выезжаю домой у меня даже не было времени точнее даже не времени а сил потому что я вчера вечером хотела пойти в золотое яблоко блайн но в итоге я приехала во первых я ехала нормально все было но потом когда я начала ехать по городу где пробки в темноте уже стало тяжеловато поэтому короче все выдвигаемся на завтрак в отеле завтрак какой-то ужасно был я сходила пыталась себе что-то наложить в тарелку но мне ничего не понравилось в итоге я просто ушла и ничего не съел хочу свою любимую булку поесть но я не могла проехать мимо этого прекрасного места наша одна из любимых кафешек в уфе посмотрите как красиво даже один столик оставили обычно здесь вот так много ой я буду делать фотки красивые какое-то новогоднее настроение положила свой заказ на стол а тут снежок делась я капучинку точнее латы по-моему и вот улочки зима самая настоящая смотрите какой снежок камера конечно не придает на метет всем доброе утро сегодня уже среда не спрашивайте почему такой переход был во влоге то что я сначала снимала пятницу на субботу сегодня уже среда все эти дни я просто ничего не хотела делать я просто являлась дома в какой-то прострации я в телеграм канале уже написала о том что начала пить витамин d потому что у меня просто вообще нет желания что-либо делать погода была мрак но и думаю сейчас везде так поэтому в принципе кроме астрахани конечно же потому что в астрахани весна я собираюсь зал здесь уже лежит полотенце для бассейна взяла не знаю пойду бассейн или нет пока посмотрим косметичка у меня кроссовки поеду на машине потому что мне потом после зала на массаж если просто тащу изо всех сил я понимаю то что надо тут уже все сколько может он сидеть мы с артемом ходили мне что-то ухо заложено у меня бывает такое короче мы с этим ходили воскресенье пусть только как оба приехали сходили в торговый центр хотели немного пошупиться но в этом вечер ничего не нашли и я купила себе единственное что шарфик такой прикольный шарф это сейчас модного такие шарфики из лайма и стоил он всего 27000 все это ну супер бюджетник я считаю ну возможно там у него материала никакого нету там теплого но все равно он тепленький вот короче мне очень захотелось такого шарфика конечно же хотелось мне какой-нибудь от окна студио или что-то такое но пока пока только так вот и он подходит под коричневые куртки под сумку потому что здесь коричневые вставки тут еще и голубой короче под любую курточку можно и под черную и под коричневую под серую короче под любую реально даже тут серая есть иду вот просто в таком виде в волосинах и решила курсовки все-таки положить пакет потому что мне не влазит уже в эту сумку ничего я уже рассказывал что мне есть рюкзак зальный но мне не нравится потому что он розового цвета но розовый не такого стильного типа розового а такого фуксия не на короче мне он бесит жестко вот так что сейчас положим пакеты часы заряжаются но не о можно закатываем желание быстренько 1 сегодня 1 11 до 11 11 что я хотела вам сказать по поводу планов конечно сейчас это не лучший вид до чтобы стоя собравшись с вами об этом не говорить но все равно скажу потому что я хочу чтобы вы мне написали в комментариях какие видео вы хотите от меня увидеть новогоднюю тематику потому что скоро новый год скоро влог массы скоро у меня день рождения но как скоро перед новым годом и я хочу снимать какие-нибудь обзоры магазинов например на новогоднюю тематику я очень хочу сходить ближе уже туда попозже в син я хочу подождать когда там появится больше новогодний всякой фигни чтобы сделать для вас такой обзорчик короче пишите что вы хотите увидеть какие обзоры какие магазины будем с вами украшать потом квартиру к новому году когда мы вернемся в астрахани короче у меня просто такое невероятное вдохновение потому что я обожаю время нового года потому что у меня день рождения перед новым годом и это короче самое лучшее время вот так что просто хочу чтобы вы мне возможно какие-то идеи подкинули или сами сказали что вам было бы интересно посмотреть то что я и так буду все это снимать но на свое усмотрение вот все короче побежала я в зал я уже поплавала замечательно еду на массажик но не только поплавала я сделала кардио и потом поплавала вот не так долго конечно но у меня просто времени уже не было да и честно говоря не особо хотелось дольше я уже опаздываю немножко на массаж обычно я там немного еще сижу жду поэтому ну ладно пару минут ничего страшного не будет честно говоря я уже голодная потому что она мы только вот утром с артём завтракали и сейчас время час я где-то только часам в трём наверно дома вот но благо у меня есть там что поесть вчера во вкус вилле заказывала готовую еду мне потому что было что-то лень готовить вечером и я там говорю давай закажем что-нибудь готовое в итоге так ничего не выпрали потому что ну хочется что-то нормально поесть то есть там не роллы заказывать не пиццу потому что у него сегодня заезд завтра игра мы как бы если что-нибудь вкусненькое то мы лучше после игры поедим вот и поэтому мы заказали во вкус вилле просто готовую там какую-то еду я себе взяла еще запасом на сегодня я очень хочу сырники вот у меня есть какой-то такой сейчас загончик что хочу сырники потому что я их уже сто лет не ела у меня вчера сестра ходила завтракать и выложила фотку сырников ё-моё я их увидел думаю блин я хочу сырники но во вкус вилле вчера были только с начинками какими-то там с яблоком с клубникой ну короче какие-то начинки я вообще не хочу такие я хочу классические сырники со сметаной там не знаю с вареньем каких-нибудь вот но завтра я думала завтра сходить позавтракать но у меня завтра будет английский а потом я иду к стоматологу у меня завтра чистка поэтому не знаю даже когда после завтра с артёмом пойдем завтракать после игры как раз как обычно и возьму сырники надеюсь что я себе не обману всем доброе утро время 9 утра все потому что у меня сегодня английским есть так что я собираюсь ну как собираюсь английский дома будет я имею ввиду что пока умоюсь пока то все голова не свежая тяжело забрать что-то приличное или может все так сделать просто кстати вы заметили новшество небольшое виде микрофончик у меня на футболке не знаю посмотрим какой звук ну что они недорогие вот эти микрофончики взяла может быть даже просто с айфона звук бы лучше писался поэтому так экспериментальный кусочек у я уже умылась сейчас нанесу тоник свой очень мне понравился особенного то что он так распыляется это вообще просто потом бальзамчик крем под глазам блин знаете вообще я проверяла этот микрофон ну мы так записывали с артёмом в дочки просто для проверочной так сказать я заметила что ну звук так как бы не идеальный но потом я поняла что скорее всего это из-за отсутствия волосни вот такой микрофоне я думаю вы замечали либо такая подружечка на микрофоне есть либо такие волосики и я думаю что это играет такую важную роль шумоизоляции и кремушек у меня флюид скорее какой то все я все сделала короче я заказала себе завтрак я вам говорила что я хочу сырники я себе заказала сырники я вспомнила что я в дуду пиццы обожала раньше заказывать завтраки и иногда вот когда Артём уезжал я в Уфе заказывала себе кофе там и сырники и вот как раз у нас закончилось молоко для кофе и я решила что закажу себе кофе и как раз таки вот эти вкусные сырники они идут там с малиновым вареньем я еще добавляю свою сметанку получается вообще пушка бомба ну вот и мой завтрак пришел такая красота сырнички там правда 4 штучки но я 2 буду кофе и домашка по английскому я уже собралась и выезжаю к ортодонту и такой у меня бомжатский немножко не люблю вот это горло открытое но когда застёгиваешь какая-то фигня некрасивая и еще я записалась на отбеливание но я не нашла здесь отбеливание зум 4 вот то которое я хотела сделать после снятия брекетов но мне сказали что сразу не стоит надо типа подождать какое-то время вот я его что-то не нашла и здесь какое-то другое более бюджетное но честно говоря у меня на него никаких надежд нет у меня сама по себе эмаль зубная вот ну и она не белая и как бы как бы я не чистила зубы а я чищу их и после завтрака и перед сном и я не так уж много кофе пью или каких-то краящих напитков я не курю это самое как бы такое то что влияет кофе наверное сигареты и я не знаю честно попробуем сделаем получится не получится единственное надо будет соблюдать белую диету с кофеёчком сегодня на игру я не поеду ну что я закончила мне кажется эффект есть зубы отбелились единственная проблемка и сложность это то что надо соблюдать белую диету одну или две недели а я не знаю как это делать потому что это не то чтобы тебе там красное вино нельзя или кофе черный пить а просто даже в целом она говорит есть специи которые могут покрасить эмаль короче надо прям контролировать жестко все что я ем ну ничего она говорит что ну врач сказала что через полгода можно повторить процедуру и тогда результат уже закрепится более на более длительный срок ну понятное дело там чистки делать надо все дела вот короче я еду домой и буду собираться на игру вы не представляете как я волнуюсь я просто вот сейчас лежала там на отбеливании и я почувствую как у меня челюсть нижняя трясется потому что я думаю о футболе и у меня прям нервоз такой и еще грустно то что я не могу взять кофе с собой в дорогу вот это самое грустное я поэтому попила до этого кофе из додо заказывала утром как раз таки чтобы насытиться насладиться кофе молоко сказали пить если что-нибудь хочется я молоко люблю и побольше воды все выдвигаюсь домой надо собираться на игру я после душа принесла свою косметичку новую кто не видел в прошлом влоге покупали в Кюффенленде с вами вместе такая пушистая мягенькая классная я же сегодня утром заказывала завтрак себе из додо и у меня там не набиралась сумма для заказа и мне пришлось взять вот такую фигню короче это набор для выращивания растений правда там три штуки было нарисовано я думала три штуки входят а мне привезли только одну и у меня такая ностальгия пошла вы помните как в ленте по-моему несколько лет назад была такая тема такая земля ее сажаешь в горшочек и семена добавляешь и получается у тебя какое-то растение у меня тут какой-то салат десерт не знаю ну наверное может листья салата какие-то короче я наверное сейчас этим заниматься не буду я пришла краситься но потом как-нибудь сделаем а насчет моих зубов по-моему мне сказали не пить полчаса или сколько-то я честно говоря мимо ушей пропустила это я услышала только то что мне надо соблюдать белую диету одну-две недели а насчет того сколько мне сейчас не пить я что-то прослушала но она мне сказала пить водичку либо ну короче не горячую не холодную тепленькую чтобы чувствительных зубов не тревожить потому что у меня во время отбеливания не стреляла но после когда вот сейчас стрельнула чуть-чуть после того как мне сделали отбеливание мне что-то нанесли какое-то средство и у меня начало стрелять немножко и на улице на улице тоже немного стреляет когда ну ветер короче попадает или когда пересыхают вот идет ой разболталась и представляете стрелять начала блин сейчас наверное попробую попить правда боюсь не тепленькую нормально так аккуратненько я не знаю как я справлюсь с этим с этой диетой белой честно говоря сейчас смотрела влог Кати Бусловой у нее вчера вышел и ну у нас с ней очень похож вот этот лайфстайл как бы таких кочевников ну и после того как совпало про то что мы в один город переехали стала у нее в влогах ну видеть много знакомых мест потому что мы сами по ним ходим и я у нее во влоге увидела в одном кадре свой дом она была тут рядом и я такая думаю опа прикольно но она наверное тут не живет может по делам приехала не знаю а может и живет кто ж кто ж знает то но мне кажется что мы где-то рядом живем вот я знаю что она не любит рассказывать где живет и я ее прекрасно понимаю потому что у нее большая аудитория это все равно какое-то ну какое-то личное спокойствие когда ты это скрываешь вот но я тоже прям знаете так не показываю вот мой дом вот мой подъезд вот мой этаж моя квартира но все равно наверное где-то это можно увидеть в каких-то моментах видео я не особо как бы парюсь по этому поводу но это пока пока у меня аудитория небольшая конечно в дальнейшем если моя аудитория будет расти конечно ну не очень хочется чтобы там все знали где ты живешь но блин знаете вот я всегда думаю думаю про Карину например она тоже лайфстайл блогер и она спокойно показывает где она живет ее родители все у них все очень открыто и мне это как-то нравится даже и даже моя мама как-то меня поддержала в этом она сказала типа когда людям нечего скрывать типа что такого в том что они это показывают типа если вы порядочные нормальные люди я надеюсь вы меня поняли вот я смотрю на семью Карины то что они ребенка показывают на будущее уже думаю буду ли я показывать своего ребенка и снимать его прям лицо с рождения и ну не знаю как будет так и будет заранее пока что но понятное дело я буду с Артемом советоваться на счет этого всего но я думаю что и моя семья и я сама больше придерживаюсь того что типа если ты не веришь в сглаз или какие-то такие моменты значит это с тобой не случится несмотря на то что я смотрю битвы экстрасенсов люблю вот эту мистику вот эту всю все равно я считаю себя сильнее этого и я не допускаю что в моей жизни может быть какой-то сглаз какой-то как это называется это господи проклятие или еще что-то и когда ты сам этого не допускаешь оно с тобой не произойдет потому что вот эта твоя мне кажется аура она как раз таки защищена твоим вот этим неверением и мы с Артемом очень ну часто задумываемся о выпусках которые мы смотрим битвы экстрасенсов о том что там ну в последнее время постоянно стали звать люди к себе экстрасенсов и говорить что вот у нас там проклятый дом у нас проклятая квартира у нас тут все падает летает там что-то это и вот только вот последний выпуск про это был про то что люди считают что у них дом проклятый и потом когда экстрасенсы начинают копаться в их жизни они понимают что это все идет психологически из их головы что они сами они сами себя накручивают они сами себе придумывают какие-то проблемы поэтому я считаю что все в наших руках и то как мы думаем то во что мы верим то с нами и происходит и если вы думаете в положительном русле тогда все только положительное в вашей жизни происходить и будет это как бы не то что там посылы во вселенную нет я просто имею ввиду что позитивные люди они несут свою жизнь позитив сами своими мыслями своими действиями и поэтому если вы не будете думать что точнее будете думать что этого всего не существует в вашу сторону проклятий сглазов и так далее тогда это в вашей жизни и не произойдет так ресницы сейчас болтать не получится ай как обычно моргнула и снизу ну ладно я потом подотру ой я забыла кстати взять эту ватную палочку с мицелляркой я подумала кстати нарастить ресницы перед отпуском не знаю как бы нормально это вообще идея или нет потому что я ресницы наращивала последний раз больше года назад и я уже через пару недель побежала их снимать потому что они меня выбесили жестко поэтому я даже честно говоря не знаю хочу я этого или нет но нам на свадьбу идти в декабре и я не знаю буду ли я там делать какой-то макияж потому что это будет в другом городе я думаю что ресницы они помогут в какой-то мере сделать макияж собой потому что я могу просто нанести дом могу уложить брови и считаю уже какой-то образ будет я сейчас кстати без микрофона снимаю потому что я хочу все-таки понять какой мне звук больше нравится без микрофона или с микрофоном точнее я уже понимаю что мне нравится больше без микрофона но по громкости лучше конечно с микрофоном потому что мне не приходится повышать голос потому что сейчас я разговариваю как бы немножко с старанием каким-то чтобы громче было потому что когда ты снимаешь на заднюю камеру все равно громкость не та вот когда я вам снимаю с той стороны камеры тогда звук прям вообще супер но когда с этой тихо бывает в моментах очень тихо кстати интересно а трубочку со сгущенкой можно есть? блин получается я ни чай попить не могу ни этот ни кофе ни какао вообще у меня будет две недели детокс от кофе от кофе от чая от кофеина короче отдыхаем от кофеина так и давайте немножко под глазами а то я тут постирала вот вот собственно говоря весь мой пакияж и готов как бы ничего такого замороченного так мне теперь осталось высушить голову и собраться я даже не знаю выезжать раньше или нет посмотрим короче по навигатору сколько мне там ехать и буду собираться вот вот такой у нас сегодня плакатик с моим мужем класс надо забрать себе домой утеплилась взяла куртку шапку шарф наверное пойду сегодня смотреть с улицы потому что ну очень важный матч вот так что хочется покричать поболеть такая у нас комната нам тут накрывают на стол еще не накрыли и вот наш вид на поле но тут все за стеклом поэтому не знаю может быть пойду все таки на трибуны я просто так рада что даже еще никто не разминается когда у тебя белая диета понимаешь что такую красоту маринку кубичку блин езжа и и в и и она была гением вместо кофе заказался просто кипоток с лимоном потому что у меня белая диета и заказала вот такую яичницу красного цвета блин я чуть забыла что она красная ладно потом быстренько с полосной рот кипятком а еще вот такая вот красота у нас тут яичница перешла артема по нас листву потому что все-таки слишком красная да есть вафли такие ну кстати как обычно вот не как обычно во второй раз тут она нам понравилась этот влог получился довольно такой обрывистый потому что у меня было много всяких таких мелких делишек но и мелких то что съездил в уфу и из-за уфы не получился полноценный влог за те дни и соответственно он у меня просто растянулся и выйдет немножко позже чем то есть дольше чем неделя придет с момента предыдущего но ничего страшного следующие влоги уже будут более такие емкие нет на фоне стиралка постирала я уже сходила на маникюр отвезла артема на восстановление вот короче вчера был матч кубка россии в котором мы к сожалению проиграли но ясно я сама сначала очень сильно расстроилась но потом артем успокоил то есть не я его а он меня то что важнее нам наш чемпионат в котором мы сейчас идем на первом месте и будем надеяться что так как будет дальше вот поэтому ничего собираемся двигаемся дальше играем следующие игры побеждаем и короче не расстраиваемся все замечательно сегодня нам фотограф прислал наши свадебные фотографии я буду собирать свадебные альбомы короче вообще дел полдно классных кайфовых что я хочу вам сказать подписывайтесь на мой канал ставьте палец вверх этому влогу смотрите предыдущие влоги если еще не видели и ждите следующий и он будет уже совсем скоро так что всем пока пока а